Новозеландский кролик – описание породы красного и белого видов. Новозеландские породы кроликов – это неприхотливые в уходе и выращивании животные, которых разводят преимущественно для реализации качественной мясной продукции. Однако с появлением разновидностей разных окрасов остребованной стала и шкурка животного. Достоинства и недостатки новозеландцев Новозеландский кролик имеет немало преимущественных особенностей, чем собственно и обусловлена такая распространенность животных в частных угодьях. Основными достоинствами являются неприхотливость в уходе и выращивании, также животные неизбирательные в питании, животные скороспелые. Относительно крепкая иммунная система кролики имеет стойкость к некоторым болезням, неопугливый и спокойный характер за счет продажи. Мясной продукцией шкур достигаются отменные показатели рентабельности производства. Внешний вид новозеландских белых кроликов обратите внимание. Что касается недостатков, то их немного животные плохо переносят повышенные температуры воздуха, а также отмечается их склонность к ожирению на фоне переедания. История породы Название породы, как может показаться на первый взгляд, связано с Новой Зеландией, но это не так. Впервые порода была выведена в США, в штате Калифорнии. В 1916 году животные были официально зарегистрированы. Изначально данная разновидность животных имела выраженный красный оттенок у шерсти и носила название «Новозеландская красная порода кроликов». Селекционеры предполагают, что порода была выведена путем склещивания серебристых кроликов в шампании бельгийских великанов. Немного позднее, проводя жесткий отбор носителей альбинизма, была выведена новая разновидность породы – новозеландский белый кролик. В 20-х гг. прошлого столетия этих животных завезли практически во все европейские страны, где они достаточно быстро прижились и стали востребованными среди фермеров. В качестве стандарта породы в 1936 году были зарегистрированы кролики Энзека. В России они появились в 70-х гг. и достаточно быстро обосновались на промышленных фермах. Обратите внимание, сегодня уже существует не только новозеландский красный кролик и белый, но и черный. Как выглядит красный кролик – новозеландец разновидности новозеландских кроликов? Ранее вкратце уже упоминалось, что породы делятся на несколько разновидностей. С особенностями каждой нужно ознакомиться более детально. Новозеландские белые кролики Энзебы – это самая популярная разновидность. Шубка имеет чистый белый окрас, пятнышки и какие-либо оттенки отсутствуют. Глазам свойственен ярко-рубиновый окрас. Длина тела достигает полуметра. Мех высоко ценится, поскольку поддается быстрому, равномерному и стойкому окрашиванию. Самцы скороспелые осанки обладают высокой плотностью. Новозеландские красные. В описании породы этих кроликов Энзека говорится, что они менее популярны, поскольку по всем критериям немного уступают своему предшественнику. Окрас имеет рыжий цвет с красноватым отливом. Черный новозеландец ценится фермерами за крепкое здоровье. В сравнении с предыдущими двумя видами животное более устойчивое к заболеваниям. Окрас у мехаугольный, свойственен необычный блеск. Внешний вид черного новозеландца к осведению. На этом работа селекционеров не завершилась. Общественности уже представлены новозеландцы с другими окрасами, например, голубым. Характеристики внешнего вида породы. Описание и характеристики породы. Масса тела. Вес взрослого животного колеблется в пределах 4,4 килограмма. Таких показателей особь достигает к 8-9 месяцам. Масса месячного детеныша составляет не более 600 грамм. Набор массы замедляется в возрасте 5-8 месяцев. Костя крепкие и гармонично сформированные. Длина в среднем составляет 50 сантиметров. Лапы толстые и короткие, они развиты хорошо. В целом животное выглядит коренастым и крепким. Одно из основных достоинств породы – наличие густого и пушистого меха. Длина волоса. Колеблется в пределах 3-3,5 сантиметра. Шерсть плотно прилегает к телу, блестит, на ощупь излишне жесткая. Длина уши колеблется в пределах 11-25 сантиметров, а не опушенная шерстяным покровом. Обратите внимание, для племенного разведения животных настоятельно рекомендуется приобретать у проверенных отечественных заводчиков или за границей. На фоне большого спроса часто желаемое не соответствует действительности. Просторные клетки для содержания крупных кроликов – коммерческий потенциал породы. В России разведением животных занимается уже около 35 лет. На протяжении этого времени частные фермеры и промышленные предприятия неоднократно убедились в рентабельности разведения новозеландцев. Начиная с рождения до первых трех недель средний суточный привес составляет около 15 грамм, а с 21 дня до 56-41 грамма. Когда возраст крольчонка достигает трех месяцев, его уже можно забивать. При уборе выход массы колеблется в пределах 54-58%. Важно, чтобы не допустить развития ожирения у домашних животных, необходимо составить им сбалансированное и правильное меню. Уход и гигиена. Преимущество этой породы в том, что она неприхотлива в содержании. Основные условия ухода за новозеландскими кроликами в крольчатниках постоянно должен поддерживаться благоприятной для животных температурной. Режим 18-20 градусов с помещения должно быть оснащено хорошей вентиляционной системой, но без потоков ветра и сквозняков. Взрослые животные Имеют немаленькие размеры, поэтому важно, чтобы у животных были просторные и большие клетки, но в клетках можно делать из металлической Решетки, поскольку массивные лапы позволяют спокойно по ним перемещаться, клетки нужно оснастить радвисными кормушками и поилками. Еще одно условие, которое нужно обязательно соблюдать – регулярно вычесывать шерсть кроликов, выстригать по мере необходимости колтуны. Обратите внимание, купать животных не требуется, они чистоплотные, сами отменно справляются с поставленной задачей. Рацион питания и кормления новозеландцев Животные неприхотливы в питании, но тем не менее задача фермера – разработать для животных сбалансированный и правильный рацион. Если не пренебрегать правилами в этом плане, мясо животного будет очень нежным, в составе окажется минимальное количество жира. Сбалансированный рацион кроликов важно. Зимние и летние режимы питания отличаются, но при этом важно круглогодично обеспечивать животных разнообразным меню, богатым витаминами, минералами, макро- и микроэлементами. В состав летнего рациона обязательно должны входить такие продукты – подвяленная трава, зелень, клевер, листья подорожника, только зеленые части одуванчика. С приходом холодов основы рациона составляют хвойные ветки, сено, корнеплоды, зерновые корма. Обратите внимание, овощами и фруктами нужно кормить животных круглогодично, но осторожно. Количество продуктов должно быть рассчитано строго на один раз, поскольку немного полежавшие в клетке продукты могут вызвать расстройство пищеварения у животных. График вакцинации кроликов Эти животные имеют крепкий иммунитет и стойкость ко многим болезням. Однако фермер должен, согласно графику, проводить прививки от бешенства, миксоматозы и ВГБК. Если этим пренебречь, то все хлопоты по поводу ухода и кормления будут напрасными, так как заболевшего кролика очень тяжело спасти. Точка.